В Минобороны прошел брифинг начальника генштаба Валерия Герасимова с иностранными военными Аташе. Говорили о перспективах развития вооруженных сил России. На пресс-конференции присутствовал наш корреспондент Артем Потемин. Он сейчас на прямой связи с нами. Артем, итак, какие заявления прозвучали? Да, Стас, доброе утро. Ну, во-первых, стоит отметить, что сегодня здесь, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, присутствовали 120 представителей военно-дипломатического корпуса, включая военных Аташе и Дуаенов из более чем 60 стран. То есть можно сказать, что интерес сегодня к ежегодному традиционному отчету российского военного ведомства о своей деятельности в прошедшем году огромный. Как отметил начальник генштаба Валерий Герасимов, сегодня проблем в мире меньше не становится. Наоборот, появляются все новые угрозы и вызовы. В частности, Москву беспокоит военная политика НАТО, расширение альянса по периметру российских границ, развертывание глобальных систем противоракетной обороны. Но все же главная опасность, по мнению Москвы, сегодня это не только для России, но и для всего мира, это, конечно же, терроризм. И бороться с ним, как ни раз подчеркивали, в Москве необходимо всему мировому сообществу сообща. Иначе вот эта вот чума 21 века, терроризм грозит перекинуться и на другие регионы. И именно для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, Россия и начала военную воздушную операцию в Сирии. Я предлагаю послушать, что сказал сегодня Валерий Герасимов. Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке в государствах Африки и в Афганистане создала угрозу переноса террористической активности в другие регионы мира, в том числе и в Россию. Именно это заставило нас начать операцию воздушно-космических сил против боевиков исламского государства на территории Сирии. При этом необходимо отметить, что находящиеся в Сирии по приглашению законного правительства российская группировка в ходе операции наносят ракетно-бомбовые удары исключительно по пунктам управления, местам скопления боевиков, складам с запасами боеприпасов и лагерям подготовки боевиков ИГИЛ. Ну и действительно, то, что удары наносят исключительно по военной инфраструктуре, видно на кадрах так называемого объективного видеоконтроля, которое Министерство обороны предоставляет общественности журналистам после каждого боевого вылета своей авиагруппы. Ну а, пользуясь такой поддержкой с воздуха, правительственные войска сирийские совместно с отрядами Сирийской свободной армии начали массированное наступление на позиции боевиков. Кроме того, было подорвано и, если можно так выразиться, финансовое благополучие террористов. Были уничтожены заводы по переработке нефти, а также прерваны различные каналы поставки этого черного золота за пределы Сирии. И вот в этих условиях Российская Федерация, конечно же, ожидала и какой-то поддержки со стороны международной коалиции, которая также действует в Сирии. Однако, вместо этого получила удар в спину от Турции, когда был сбит наш бомбардировщик Су-24. Я предлагаю послушать, что сказал по этому поводу Валерий Герасимов. Меркантильные интересы в незаконном бизнесе отдельных высокопоставленных чиновников Турции стали превыше жизни законопослушных граждан России, Франции, Мали и той же Турции, в отношении которых террористами ИГИЛ совершаются террористические акты. Вопросы незаконной добычи и транспортировки нефтепродуктов с указанием районов, маршрутов движения, точек пересечения границы были подробно изложены на брифинге заместителя министра обороны Российской Федерации Антонова Антонова Ивановича. Практически каждую мысль выступления Валерия Герасимова военные атташе сегодня тщательно конспектировали, а все слайды, появлявшиеся за его спиной, на экранах фотографировали. Однако после того, как после окончания этого брифинга мы подошли к представителям военно-дипломатического корпуса с просьбой прокомментировать нам то, что они сегодня услышали, они вежливо отказались, сказали, дескать, неуполномочены. Ну и кроме того, сегодня Валерий Герасимов действительно рассказал о планах развития вооруженных сил Российской Федерации в предстоящем 2016 году, заявил, что поставки новых образцов вооружения и военной техники будут продолжены, боевая подготовка будет усилена, и все это будет сделано для того, чтобы обеспечить, как и прежде, безопасность российских граждан, а также безопасность стран-союзников России. Стас. Да, спасибо, Артем Батемин. Об итогах брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с иностранными военными атташе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!